Здравствуйте, друзья мои! И недалеко от Трои Сергея Лавры есть чудесное место, которое называется Хоть-Кобо. Там находится Хотьковский монастырь, где почивают мощи родители преподобного Сергия Радонежского. Известно, что эта супружеская пара, которая дала миру великого угодника Божия, икуме на земле русской, святые преподобные Кирилл и Мария, они прожили благочестивую чистую жизнь, но в конце, на склоне лет, оба приняли монашество, им поменяли имена, они стали из светских мирских людей, из обычной супружеской пары, стали монахами, поселились в монастыре, стали вести иноческую жизнь. И те люди, которые интересуются средневековой историей Руси, знают, что подобные истории были не редкость. Очень много людей на Руси, православных, верующих людей, на склоне своей жизни принимали монашеский постриг, становились монахами. И мы себе задаем вопрос, для чего это нужно было делать? Для чего мирские люди, которые большую часть жизни прожили в свете, рожали, воспитывали детей, занимались мирскими делами, почему в конце жизни они становятся монахами? Какой в этом смысл? Один мой знакомый как-то говорил во время пострига престарелого человека, еще неизвестно, он отрекается от мира или мир отрекается от него. Юморист, скептик, он не верил, что в этом поступке есть хотя бы какое-нибудь зерно здравого смысла. Ну подумайте, пожилой человек, какие уже там духовные упражнения, какие чтения Священного Писания, вдумчивые молитвы, когда человек бывает, что и с трудом передвигается, какая борьба со страстьми, он действительно уже не нужен миру, поэтому уходит в монастырь. Как оценить этот поступок? С одной стороны, мы видим здесь то, что находится на поверхности, магию, магию пострига. Многие на самом деле и в наше время воспринимают монашеский постриг как магическое действие, то есть человек становится монахом в силу самого действия, в силу действия самого таинства. Ведь многие из святых отцов, из богословов средневековых, и не только средневековых, например, отец Сергий Булгаков, наш современный богослов, полагали, что монашеский постриг — это одно из таинств церковных. И я склонен с ними согласиться. Так вот, большинство людей на самом деле считает, что именно само действие делает человека монахом. То есть раз уж тебя постригли, надели на тебя эту одежду монашескую, водрузили клубок, значит, ты стал монахом. Само таинство тебе воспроизвело в монахе. В древности так не считали. В древности воспринимали монашеский постриг только как благословение вести монашескую жизнь. «Клобук не делает монахом». Это древняя, очень известная поговорка. «Клобук не делает человека монахом». Можем ли мы предположить, что святые родители Сергия Радонежского магически воспринимали постриг, и не только родители Сергия Радонежского, но и их современники, которые очень активно поддерживали эту практику. Я полагаю, что это было бы упрощением. Есть другой момент, очень важный. Если человек вел всю свою жизнь напряженную, трезвенную, рассудительную духовную борьбу с самим собой, если он всегда был духовным, а именно это и является стержнем жизни христианина, ведь вот это разделение на монахов и мирян, не то что разделение, а противопоставление, оно не естественно для церковной жизни, для церковного общества. Монахи и миряне такие же христиане, просто у каждого из нас есть свой особый стиль жизни, который подходит каждому из нас, свое особое служение, что вовсе не ставит монахов выше мирян, а мирян выше монахов или какие-то другие варианты. Так вот, практика принятия монашеского пострига на склоне лет, она связана с тем, что люди вдумчивые и глубокие прекрасно понимали, что есть предел житейской мирской суете. Однажды приходит время, когда я должен полностью от нее отречься. Это очень мудрая мысль, между прочим. Мысль мудрая и современная. Почему? Потому что люди, достигшие определенного возраста, они все-таки естественным образом, в силу немощи своей природы естества, в силу того, что слабость нас настигает всех, они уже не могут вести прежнюю жизнь. Они должны сосредоточиться на внутренней духовной жизни. И что же происходит, если человек к этому не приучен? Он барахтается, цепляется за прошлое, пытается сам себя обмануть, представить себя молодым еще человеком, которому еще полно сил, он еще может что-то сделать. Его пугает внутренняя пустота. И, друзья мои, это не открытие христианства, потому что это универсальная духовная интуиция всего человечества. Например, в Индии из глубокой древности идет традиция ухода в монашескую жизнь каждого взрослого человека, который дождался женить бы своего старшего внука. Разные есть варианты, конечно, этой практики, но подумайте, до сих пор в Индии состоятельные, влиятельные люди, которые занимают, бывает, высокие должности в государственном управлении или же в управлении какой-нибудь компанией, производством. В определенный момент своей жизни сознательно оставляют свое дело своим детям или преемникам, оставляют весь свой дом, берут нищенскую котонку, повязываются, знаете, в эту индийскую простыню и уходят по дорогам Индии или же идут отшельниками в леса или присоединяются к какой-нибудь общине или даже становятся странствующими аскетами. То есть они всю жизнь себя к этому готовят. Они понимают, что у каждого возраста есть своя задача. Мы, конечно, можем много возражать по поводу того, что это за тип духовности, что это за богословие, что это за вера такая. Как бы там ни было, но исходит это, как мне кажется, из глубокой очень и правильной духовной установки того, что каждому возрасту есть свое время, своего служения, свои меры духовности. И готовить себя к этому нужно в молодом возрасте. Если в молодом возрасте человек не научится молиться, не научится концентрироваться на своей духовной внутренней жизни, просто хотя бы не признается себе, что он, кроме того, что имеет мышцы, внешность, волосы, голос, карьеру и прочие внешние вещи, он еще духовное существо. Если он только не признает себя в этом, его ждет глубокое разочарование и катастрофа, потому что иногда нас знакомят с самими собой не только старость и годы немощи телесных, но и совершенно неожиданные происшествия, болезни, трагедии. Поэтому готовиться к этому духовному подвигу нужно сразу, уже в молодые годы, не бояться этого и понимать, что в духовном подвиге есть своя полнота жизни, есть свое утешение.